Все наши герои говорят, что в сельском хозяйстве главное делать все вовремя. Вот и мы, вслед за ними, пока крымское солнце дарило вовсе не зимнее тепло, попробовали успеть как можно больше. На этот раз мы оказались в поселке Алмазном советского района, в гостях у фермеров Татьяны и Геннадия Сурковых. Они уже много лет работают на земле, выращивали и зерновые, и овощи. Но пару лет назад немного изменили структуру работы и решили увеличить и разнообразить направление деятельности. А значит, скоро советский район ежегодно будет богаче на несколько тонн клубники, ялтинского лука, яблок, слив и абрикосов. Работы предстоит сделать еще очень много. Сейчас строятся новые теплицы и идет подготовка почвы для сада. Уже высажена клубника и даже начала свести, так что не будем терять времени и узнаем, с чего начиналось деревенское счастье наших героев. Ведь если Геннадий всегда жил и работал в деревне, то Татьяне когда-то нужно было сменить городские пейзажи на степи северо-восточного Крыма. Мой папа был строителем, мама работала на швейной фабрике. Сельское хозяйство касалось только летом, когда ездила к бабушке в деревню. Как городской ребенок, развлекались, ходили на какие-то кружки, я занималась спортом, легкой атлетикой, училась в школе, ориентированием занимались. Бег в основном, это самокроссом занимались, потом занималась ориентированием, это уже при школе. Ну, как? Вот таким образом. Потом работала я, закончила школу, закончила техникум, стала работать на почте. Ну, а там познакомилась со своим будущим мужем. И потом перебрались, лихо жить в деревню. Вернее, я к нему приехала в деревню жить. Да, я вот здесь родился. И живу все время. Здесь в школу ходил, то есть все, все здесь. Я работу начал здесь, в колхозе. Все. Что тут спокойно, нету то есть суетохи и маятни, как в городе. Жителей немного. Тут 150 дворов, то есть, ну, где-то около 400-500 человек населения. Спокойно, все друг друга знают. Ну, как бы, ничего такого экстравагантного нет. Но занимаются люди сейчас сельским хозяйством? Все, если вы посмотрите, то есть, тут у всех усадебные участки, и все, вот все чем-то, чем-то, вот даже гляну сейчас, капуста, морковка, свекла, то есть все занимаются только сельским хозяйством. Писал в армии, писал письма и носил на почту. А она там работала. И вот дописался. Ну, вот так познакомились в Симферополе. Не знаю, не помню номер отделения. Ну, носили, носили. И потом, и привез сюда, как этот самый, тезик говорил, вот, да, советский район. А что это такое? А сосед его. А я знаю, что такое соседский, советский район, да. Говорит, там степь, 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 хрум. И суслики вот так стоят. У вас семейная история. Теща была вообще в трансе. Куда это дочку отдавать? И вот так. Ну, потом приехали. Все были, если честно, в шоке, в особенности родители. Говорят, как ты будешь жить в деревне, человек городской. Знаете, честно скажу, спокойно. Семья хорошая, в особенности. Ну, когда попадаешь в хорошую семью, происходит это все очень легко. Свекровь у меня, как, добрый человек. Поэтому все это прошло очень легко, без всяких, как говорится, напрягов. Машина у нас была изначально, поэтому, если я захотела к маме в город, то меня туда отвезли. Мать работала зоотехником, отец работал механизатором. Ну, и когда стал вопрос выбора профессии, все, остаться в селе, значит, что агроном? Я работал уже в колхозе агрономом, поэтому колхоз был многоцелевой. Ну, в основном, конечно, это зерновые, подсолнечник, то, что мы сейчас выращиваем в Крыму, в степи. Колхоз распоевался, получили паи свои, взяли свою землю, собрали 150 человек, ну, пайщиков желающих, и организовали предприятие. Уже 20-й год. То есть в 99-м году был указ, с 2001-го создали предприятие, и вот оно сейчас работает. Ну, было фермерское хозяйство, но теперь немножко с приходом России немножко поменялись статусы, но все равно то же самое. Геннадий, во-первых, мой при развале, он организовал свое меры, это предприятие большое у нас, наше предприятие. Ну, буквально недавно мы отделились от этого предприятия, стали, как говорится, самостоятельными, уже надо, говорит, работать, как говорится, на себя. Закончилась эта вся эфирия ваша, началась это. Ну, и я оформила свое предприятие сельское, получается, как фермерство. Ну, и как бы потихонечку завертелось свое мероприятие, свое предприятие. Как говорится, по-привычному, работаем на земле, работаем дальше. Как и многие другие крымские фермеры, наши герои тоже решили обратиться за помощью государству. Некоторое время они выбирали, что именно станет во главу угла в их фермерском хозяйстве. Выбор пал на клубнику. Они написали проект, защитили его, и грант был получен. Министерство сельского хозяйства Крыма объявило этот самый конкурс. Эти конкурсы сейчас проходят, ну, ежегодно. Объявили, ну, вот, начали писать грант, решили, на что написать. Само проще, легче оказалось на теплице. Ну, вы как агроном, вместе с Татьяной писали грант. Ну, естественно, да. Что должно было в него входить, какие детали? Не, ну, чем занимаешься, как занимаешься, и ты пишешь, и бизнес-план расписываешь, и это самое. Значит, грант давали, тогда было до полутора миллионов, государство давало на развитие. Гранты дают только вновь образованным хозяйствам. Вот Татьяна, почему Татьяна? Потому что Татьяна, ну, как, вновь образованное хозяйство до двух лет. Если свыше двух лет, уже не дают грант. И вот получалось, что мы один год писали грант, что-то не получилось, и уже второй год заканчивался, и нужно было. Мы заказывали теплицы в Краснодаре, специальная конструкция. Они не сваевые, не бетонируются. Тут такая свая, она просто вкручивается в землю. Интересно. Да, вот они вкрученные стоят, а потом на эту вкрученную сваю прикручиваются арки. Ну, чем еще примечательна теплица? То, что у нее форточка верхняя открывается, закрывается, и боковые, ну, боковые... Есть проветривание? Да, проветривание есть, то есть, причем на всю длину 50, форточка верхняя 50 метров, боковая 50 метров, и та боковая 50 метров. То есть, нет вот этого торсового, то есть, и температуру там, вот висит термометр, постоянную температуру, смотрим, если сильно жарко, открываем, то есть, как бы, ходишь ты и регулируешь. Я обожаю клубнику со сливками в особенности. Ну, клубника – это клубника. По-моему, фрукты у нас любят все, тем более мы крымчане. Крым у нас съедает клубнику, ну, там будет видно, что у нас получится. Съест Крым, не съест Крым, поедет в Нижний Новгород. У меня клубника росла под деревом, ну, изначально для детей, для себя садили, потом смотрю, она под деревом, вроде бы, в тенечке, как бы, защищена, но урожайность плохая. Мы попробовали посадить два рядочка в теплицу, как получится. Получилось хорошо, была ранняя клубника, своя, сладкая, вкусная. Мои внучи были очень рады. Оберегал, никому не давал, чтобы никто, это самое, вот они приезжают по выходным, субботу, воскресенье, все, никого не пускал, поэтому в апреле месяце мои внучки уже ели полностью клубнику. Саженцы взяли, у нас тут есть предприниматель Олег Наральский, он занимается клубникой, саженцы у него взяли, он, ну, он подсказывает, как немножко заниматься. То есть, вот, то есть, схемы посадки, есть разные схемы посадки, то есть, это он все сказал, что на пленку, была разная система. То есть, можно под солому, можно под агроволок, ну, а вот именно на пленке, это он подсказал, говорит, что так лучше, так. Так не страшны, наверное, вредители какие-то? Дело не в вредителях, дело, когда ягода растет, она же, если на сломе, она подпревает, а на пленке она просто чистая, то есть, мы же любим клубнику, когда она чистая, а не грязная, нет. Когда высаживается, да, это, самое, занимает кропотливый труд, дальше будет еще трудоемкий, это весной, когда уже поспеет клубник, а вот это будет уже более трудоемкий, это, самое, процесс сбори в рожае. Ну, это нужно аккуратненько собрать в контейнер, чтобы не повредить, это ж нежная, нежная ягода, это, говорится, не огурец, что можно кинуть в ведро, и он будет жив и красив. Ну, когда не успеваем справляться, нанимаем людей, у нас есть двое рабочих, мальчики, мужчины, но это больше они там на поле, ну, если не справляемся, нанимаю женщины, 4 человека. У меня женщины приезжают, помогают мне в моем кропотливом труде. Сын у меня сейчас здесь дома, практически вся работа на нем сейчас держится. Дочь у меня живет в Феодосии, они у нас заняты своей семьей. Ну, по мере возможности, когда уже мама просит помощь, караул помогите, тогда они приезжают, собираются все дружно на помощь и зять, и дочь, и внучки. Погодные условия сейчас, очень жарко, хотя не закрываем теплицу, но все равно температура большая, поэтому вот она у нас зацвела клубника к Новому году, если будет уровень погоды, будет клубника к Новому году. Много она урожай дает? Пока не знаете? Ой, пока не знаю, пока это только начало. Ну, вот сын подсказывает, две тонны, это сотки. И раз речь зашла о том, что накормить вкусными и полезными продуктами нужно не только свою семью, но и весь Крым, заглянем туда, где все начинается. Собственный приусадебный участок, где проходят первые испытания все сельхозкультуры. Первая теплица, мечта, как говорится, поэта. Очень хотелось выращивать все в теплице, раннее, зелень. Ну, сейчас у меня сынулечка за это сама сбил нас на ялтинский лук. Вся продукция моя, что была выращена в теплице, удалилась для посадки лука. Походите. Ну, немножко у меня осталось. Ну, конечно, тут тепло. Розмарин. Зелень, потому что в теплице растет круглый год. И зимой, и летом. Зимой мы еще накрывали агроволокном, чтобы она, как говорится, более сохранялась. И мои цветы, любимые лустома. Ну, к сожалению, они уже отсвелись сейчас. Ну, еще видно, вон, красивые такие фиолетовые и зеленоватые. То, что мне оставили немножко. А как они с луком не соперничают? Пытаются меня выжать. Муж предлагает, говорит, если тебе так нравится, давай засадим всю полностью теплицу, занимайся цветами. Говорю, ну, на все это время будет не хватать. За ними тоже нужен уход. Домашним огородом занимаемся только лишь для себя, буквально чисто немножечко. Потому что работать там, там, в теплицах, ну, просто невозможно за всему следить. Если занимаешься одним, ну, пускаешь что-то другое, примерка пустая наша. Не получилось. Расскажите про Кальраби. Ну, моя дочь высмотрела где-то что-то. Это очень полезно, очень красиво. Потому что у меня еще зять, он повар. В Феодосии он в кафе работает поваром. Вот решили они вырастить себе Кальраби. Но, к сожалению, мы упустили, а они редко приезжают. Вот. Ну, что у нас на огороде? В основном, что это? Ну, морковка, свекла, то, что нужно будет на столе, картошка. А так больше много чего для себя не вращаем, проще купить. Вы говорили, что виноград у вас здесь готовится к чему-то. Да, виноград этот готовится в теплицу. Будет эта сама посадка в теплицу. Вот огурец мы сейчас уберем. И ранний виноград. Ранний виноград он и дороже, потому что, когда сезонный виноград, цены нет. В основном занимаемся, перешли, почему тепличное хозяйство, ранней продукцией. Ранняя продукция востребована. Замечательная цена. Ну, вот как-то вот, как-то так. В основном, ранняя продукция. Вернемся к большим масштабам и посмотрим, где же в будущем появятся фруктовые сады и как поживает ялтинский лук перед высадкой его в грунт. На отдельном участке уже возведено несколько огромных теплиц. Идет строительство ограждения и готовится почва под многолетние посадки. У нас в советском районе почва хорошая и благодатная. Вот здесь мы с вами находимся. Здесь раньше проходила река Суджилка. Это сейчас ее каналом выровняли. А раньше эта пойма была, она все заливалась. И здесь, ну, такие хорошие пойменные почвы. Мало того, вот здесь вот на этом месте когда-то оставилось село. Прямо на этом поле? Да, ну, это до 20-х годов, наверное. Почему? Потому что и сейчас приходят, приходят где-то черепки находим. Ну, где-то что-то... Ну, то есть что-то... Видите археологические раскопки? Что-то такое можно найти. Ну, от быта людей. Когда мы были детьми, мы здесь купались в этой речке. И мы ходили все время через поле и собирали то осколки тарелок таких расписных, то кувшинчики какие-то, ну, то трубки какие-то курительные. Все, то есть оно и сейчас есть. Это земля сельхозназначения, полученное, это самое, под фермерство. На 49 лет у нас взята аренда. Даже так, оформлена в собственность уже. Плюс к тому, что здесь вода есть. Мы оформили водопользование. Ну, здесь ключи, она как бы не сильно такая проточна, потому что там буквально конец. И здесь дальше сбросной канал с северокрымского. Водичка есть. Поэтому все здесь и закручивается вокруг воды. Очень редко дожди. Сейчас вообще получается постоянная засуха. Если где-то есть дожди, вот в вашей стороне, там в горной местности, там в Симферополе вы с дождями, здесь у нас за лето практически вообще дождей не было вообще. Если были дожди, то так это самое, горькие слезы. У нас установлен электромотор, подключены к нему лефлейты. Это большие вот эти вот синие трубы. Затем мы в этом, вот буквально с месяца тому назад у нас были уложены трубопровод. Это уже такие основательные черные трубы. То было изначально лефлейт растягивали, но он дорогой. Мы положили большие пластиковые трубы, зарыли в землю, вывели стояки краны. И уже к ним, от них будет уже отходить лефлейт и осуществляться полив. Сейчас этот участок облагораживается. То есть мы уходим от зерновых, переходим либо к овощам, либо к многолетним. Ну, в первую очередь, это огораживаем участок. Его нужно огородить, потому что если высаживать деревья, то зайцы, коровы. Поэтому вот высаживаем, ставим забор, закрываем сеткой, чтобы зайцы сюда не проходили. Потом вот тут вот будет вдоль забора будет два ряда деревьев. Это будет типа ветроломная лесополоса, которая будет защищать данный участок от ветра. А что будут за деревья? Ну, слива, а с той стороны абрикос. Ну, они как бы и не совсем... Они и пользу приносят, и как фрукты хорошие. Да, и они будут защищать данный участок от ветров. Почему? Потому что тут планируется... Там с той стороны начнем потихонечку сажать сад, поэтому от зайцев отгораживаемся. Да. Ну, в середине будут овощи, ну, здесь теплицы. Трактора у нас есть, мини-трактор японский Кубота, это и вот большой трактор ЮМЗ-6. Это для обработки земли, для подготовки почвы под высадку, под посев, ну, и потом по уходу за культурой. Ну, если лесополосу посадим, сад посадим, все равно нужно обрабатывать, держать в чистоте, чтобы бурьян не рос. Поэтому техника нужна. С садом чуть-чуть, как бы, чуть-чуть, наверное, будет попроще. Я так думаю, а там посмотрим. Вернее, нигде у нас в сельском хозяйстве попроще не бывает. За всем нужно ухаживать, за всем нужно смотреть. Все это делаться должно вовремя. Поэтому, ну, будем пробовать. Ну, это вторая партия нашего ялтинского лука. Она будет чуть-чуть попозже. Она готовится для открытого грунта. Будет высажена где-то в феврале месяце. Тоже будет ранняя продукция. Он сейчас высеян семочкой. Ну, как, это самое, вот он пророс. Дальше он даст уже, как говорится, чуть-чуть роста. Будет такого, чтобы можно уже было в руку взять. Ну, и высажена на поле. Дома, что у меня выращивается лук, мы часть займем высадкой здесь лука. Это будет ранняя продукция. Ну, а дальше там, скорее всего, будет горох. Потом будет огурец. Ну, вот как-то так. Будем заниматься. Пуставать у нас ничего не будем. Забот много. Сельское хозяйство – это постоянное внимание ко многим составляющим. Ежедневно. С раннего утра и до позднего вечера. Но, глядя на наших героев, кажется, что весь этот труд для них хоть так же и не прост, но все же приносит и огромную радость. Значит, когда-то много лет назад они все сделали правильно. Наше село, оно маленькое. В нашем селе этого ничего нет. Усадьба центральная. Это село Черноземное. Там есть и школа. Садика, к сожалению, нет. Садик был при Советском Союзе. Но есть рядышком, в Раздольном. Но это тоже, что сюда 4 километра, что в Раздольном. Как ваши дети учились здесь? Дети учились у меня в Черноземнинской школе. Рейсовые автобусы у нас есть. И проходящие на Симферополь можно уехать. И уехать в Советский, в центральный наш поселок. Но есть у нас железная дорога. Мы очень удачно живем. Недалеко тут железнодорожная станция. Можно уехать на поезде в Феодосию и в Симферополь. Но она вам шумела? Знаете, первый, наверное, мой год. Да, шумела, мешала. Сейчас мы уже настолько к нему привыкли. И когда поезда нет, это уже даже настораживает. Тишина, это самая страшная вещь. Но вот-вот вернутся поезда. Да, вернутся и с надеждой, и со страхом. Потому что если будет часто поезда ходить, очень сложно будет ее, наверное, переезжать. Если у тебя есть в городе работа, то ты работаешь, и оно не замечается. Работаешь ты в селе, оно тоже работа, говорится. Дом, работа, так же и в городе происходит. Дом, работа. И минимум в воскресенье где-то какие-то развлечения. Хотя мы себя тоже не обделяем, отдыхаем. У нас тоже стабильно. Выходные – это выходные. Суббота, воскресенье. Мы всегда путешествуем где-то либо по Крыму, либо за пределами Крыма. Поэтому сельская работа тоже не в напряг. Если ты это все умеешь вовремя организовать. А это мы строили уже сами. В 1991 году начали строить. Ну, три года строили. Вот так потихоньку. То есть все, проект был задуман самими. Делали сами. То есть сначала одно, другое. Ну, тогда еще колхозы были с помощью колхоза. То есть колхоз помахал стройматериалами. И вот так вот сделали дом. Ну, вы как настоящий мужчина, вы вырастили сына, да? Да. Сколько у вас детей? Двое. Двое, да? Сын и дочка, да? Дочь и дочь. Получается, у вас и дом, и дерево, я думаю, точно вы посадили. Не одно. Дерево посадили, но сейчас вот. Сейчас в поле будем сажать деревья. Наши охранники, это мой любимый Дик. И Лукас, наше новое приобретение сына. Охотничая собачка. Мечтал он давно о ней. И вот привезли друзья. Нам это чудо. Ну, мне кажется, вот в сельском доме, конечно, никак нельзя без животных. У вас вот только собаки, я так поняла. Нет, у нас еще есть кот. Ну, кот такой у нас самостоятельный дружок. Он приходит только домой покушать. И если холодно, поспать на диванчике. Так его дома не нарисуешь. Выходим вечером. Организуется часто, густо. Друзья Женины моего сына приезжают. Они тут выносят скамейки, столы. Сидят замечательно. Ну, я могу представить, как летом здесь красиво. Ну, очень хорошо. Тут такой тенек, листва практически полностью это все закрывает. Зеленая арка. Ну, он еще, это самая у него мечта поэта, сделать беседку. Ну, не знаю, как. В этом году навряд ли уже получится. Может быть, на следующий год мы все-таки сделаем себе еще беседку. Создавать что-то хорошее не только для себя, но и для других непросто. Особенно в сельском хозяйстве. Но наши герои справляются и видят будущее вполне счастливым. И во многом это получается благодаря тому, что они едины в своих мыслях и поступках. Можно посадить всего одно дерево, а можно посадить целый сад, который будет радовать и тебя, и твоих близких, и еще несколько поколений людей долгие годы. Ну, самое главное, что любим друг друга. Жизнь, она всегда подсказывает, как их добывает. Ну, дети у меня все рядышком. И очень сложно их даже отпускать. Я больше люблю, когда у меня в доме все, когда они все разъезжаются, мне уже скучно. Сейчас уже даже сожалею, что у меня их всего двое. Хотелось бы больше. Уговариваю дочь на третьего ребенка. Это самое, они пока не уговариваются. Получается, во сколько внуков? Ну, у меня у дочки двое детей. У сына вот есть эта самая дочечка. Ей четыре месяца всего лишь. Ну, я надеюсь, это не последние будут тут еще у нас детки. Для вас счастье что значит? Чтобы дети были дома, внуки были пристроены. Чтобы все у них было хорошо, чтобы все им хватало, чтобы все у них было. Мое счастье состоит, наверное, в том, что у меня есть дети. Это самое первое для жены. Для мамы, для женщины. Ну, я не знаю, чтобы все были живы, все были здоровы, все были вместе. Продолжение следует...